Задолго до начала первого вступительного экзамена во дворе Сухумского открытого института собрались молодые люди, каждый из которых уже определился в выборе будущей профессии. Преподаватели вуза проверяли абитуриентов на знание родного языка письменно. Новость о том, что поступающим не нужно будет сдавать оставшиеся экзамены, ребята восприняли с большой радостью. Федор Карпунов долго выбирал будущую профессию. Сначала решил связать свою жизнь с туризмом, но родители посоветовали выбрать что-то другое. После длительных размышлений Федор выбрал такое интересное направление, как бизнес-информатика. Я поступаю на бизнес-информатику. Я сначала вообще хотел на гостиничный бизнес пойти, но вообще родители говорят на юридический, на экономический идти, но мне больше как-то душа к этому лежит. Я в основном занимался по основе экономики, так как в школе мы на это большой упор не делали. А вот Кристина Бебя с выбором будущей профессии определилась давно. О том, что она обязательно станет хорошим юристом, девушка знала еще со школьной скамьи и усердно готовилась к вступительным испытаниям. Новость о том, что дальше не будет экзаменов, одновременно и обрадовала и огорчила девушку. С одной стороны, это, конечно, не совсем хорошо, потому что мы, когда поступаем, мы должны пройти через воду, огонь, медные трубы, чтобы самим себе доказать, что мы достойны этого образования. Но так вот случилось, что мы не можем сдавать эти два экзамена, но это, может, и облегчает, с одной стороны, нашу участь. Вслед за Абхазским государственным университетом решение зачислить абитуриентов без дачи оставшихся вступительных экзаменов приняла и приемная комиссия САИ. Ректорат ВУЗа объясняет это тем, что у молодых людей было недостаточно времени на подготовку. Руководством ВУЗа принято решение первый экзамен, то есть письменный, вступительный, провести, последующие экзамены не проводить, так как вы понимаете ситуацию с коронавирусом, с ковид, очень серьезная, как вы видите, наши студенты, то есть уже абитуриенты сидят по одному за партами, при входе у нас антисептические средства, каждому были набрызганы на ладошки, поэтому соблюдаются в рамках нашего ВУЗа некие санитарные нормы. Сухумский открытый институт ежегодно осуществляет прием документов от абитуриентов по восьми специальностям. Таможенное дело, бухучет, экономика, агрономия, налоги и налогообложение, туризм и гостиничное дело, бизнес-информатика, юриспруденция. В этом году желающих поступить в институт около 130 человек. О том, сколько абитуриентов будут зачислены в Сухумский открытый институт, будет объявлено по результатам первого и единственного вступительного экзамена. Кугуца, Вардане, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.